Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Потому что на данный момент мы находимся на 14 из 15 этапов развития всего проекта, главная задача которого заключается в том, чтобы просертифицировать всю технологию. То есть доказать и по бумагам заверить, что все обладает своими характеристиками, которые заявили, и это безопасно, и можно его использовать. Именно таким способом развиваются сейчас тысячи проектов по всему миру, но я представлю для вас один из самых важных. Конечно же, у меня не получится за час рассказать вам абсолютно все, поэтому сразу подкину вам пару вкусных конфеток, которые вы сможете после изучить для самообразования и для большего внедрения в эту прекрасную технологию, в этот прекрасный проект и освоение этих возможностей. Итак, это Анатолий Эдуардович Юницкий и его выступление по итогам 2021 года, где вы узнаете о первых коммерческих проектах. То есть компания еще не закончила 15 этап, то есть не завершила сверхскоростную, так скажем, трассу, чтобы передвигаться до 600 км в час. Но то, что уже у нас сертифицировано, настолько интересует наш окружающий мир, что первые заказы уже запущены и уже пущены в строительство. Поэтому это действительно, так скажем, уже почти полностью установившаяся технология и во многих странах и регионах мира уже знают об этой технологии, следят за ее развитием. Ну и, как вы видите, сотрудничают, поэтому стоит поинтересоваться, потому что зеленый старт уже начался. Конечно же, о транспорте будущего выступления Анатолия Эдуардовича Юницкого с Братиславы, Словакии в 2018 году, в декабре, где Анатолий Эдуардович Юницкий, изобретатель всей серии «Экомира», струнный транспорт является лишь частью которого, получил премию мира за все свои технологии. И там он очень четко объясняет, зачем нужны эти технологии, как он к ним пришел и как мы сейчас их реализуем. Конечно же, необходимо узреть видеофильмы, которые сделал Анатолий Эдуардович Юницкий. Несколько фильмов, которые описывают наше положение на планете с деталями, с фактами, с цифрами, даже с формулами. То есть вы сможете узнать еще больше про инновационные экологические технологии и какой план у нас на ближайшие 50-100 лет по улучшению жизни на нашей планете, как для человека, так и для самой планеты. Конечно же, сейчас уже двигается информация по жилому кластеру, по экопоселениям и линейным городам. Представляете, такой вот кластер, в котором может жить от 2 до 10 тысяч человек, полностью всем обеспечивается, что нужно для жизни людей. И то есть окружающий мир, так скажем, нет такой потребности туда выезжать или чего-то жизненно важного, что нужно оттуда привезти. Все будет здесь. И электроэнергия, и тепло, и питание, и вода, и пространство для жилья. И, конечно же, все информационные и, так скажем, все части города, которые необходимы 2 тысячам людей для того, чтобы жить в полном изобилии. Об этом сейчас тоже ведется очень много речей, выпускаются классные статьи. И представлено это было еще раньше, чем струнный транспорт, который мы сейчас завершаем. Поэтому, дамы и господа, развивайтесь, интересуюсь. Это будущее наших городов, в которых мы вскоре будем абсолютно экологично и с удовольствием жить. Также выступление Анатолия Эдуардовича с ГИТЭКС-форума, где он описал общее положение всего транспорта на нашей планете. И как он собирается решить, опять же, в деталях, с формулами. Поэтому каждый человек сможет подтвердить и аргументировать сам для себя достоверность этих знаний. Потому что все можно посчитать. Посчитать и осознать, что действительно его предложения одни из самых вкусных, одни из самых полезных и актуальных на данный момент. Ну и, конечно же, новости Unisky Stream Technology, развитие нашей компании не только в Беларуси, но и в Объединенных Арабских Эмиратах. Потому что сейчас все двигается семимильными шагами. И я думаю, вы будете рады узнать обо всем этом после нашей встречи. Потому что, так скажем, я дам вам вытяжку того, что изучил за 6 лет, буквально за 1 час. Ну а дальше дело остается за вами. А звоните вашим коллегам, вашим друзьям, которые пригласили вас сюда на эту встречу. Если вам будет что-то непонятно, пишите мне в чате. Вы можете найти корпоративную почту на YouTube. Я поставлю ее чуть позже, когда завершу вебинар. И вы можете отправлять свои вопросы, либо то, что вам непонятно, на эту почту. Я постараюсь вам помочь, так скажем, найти способы, как все основные побуждающие факторы, которые вы сейчас видите на экране, вы можете улучшить. То есть, каким образом знания, которые вы получите сегодня на нашей встрече, либо на других встречах, вы сможете использовать именно эти части. Поэтому, если вас интересует финансовая независимость, либо собственный бизнес, свободное время, либо дополнительный доход, вы все это можете найти здесь, вместе с компанией Sky World Community. Либо если вас интересует личностный рост, либо помощь другим, или новые знакомства, это тоже все вы можете найти в компании Sky World Community. При этом вы можете улучшать, так скажем, жизнь всего мира, влиять на будущее планеты и оставить серьезное наследство, действительно подкрепленное технологией, развивающей технологией, продвигающейся. Поэтому, дамы и господа, присаживайтесь поудобнее и выбирайте то, что вам нравится больше всего, либо в несколько пунктов, либо все вместе, и складывайте все в нужные полочки, чтобы можно было этими знаниями пользоваться. Ведь человек, а наше общее восьмимиллиардное человечество, мы самые влиятельные существа на этой планете. Мы терраформируем, можно сказать, нашу планету, изменяем ее, настолько мы влиятельны. Хотя, хотел бы заметить, человечество – это всего лишь один вид из 12 миллионов видов живых организмов на нашей планете. Но мы самые влиятельные, а это значит, что на нас и лежит вся ответственность, самая большая ответственность за то, какой мир будет через поколение, через два. Будет ли он через три-четыре поколения? Анатолий Эдуардович задумывался об этом с самого детства, и всю свою жизнь отдал науке, изобретениям и нахождению решений, созданию технологий по этим решениям, с которыми человечество сможет жить со всем остальным миром в полном благополучии и изобилии. Чтобы мы симбиозом использовали ресурсы друг друга, человек природы, а природа человека, и жили действительно как в раю. От нас это зависит, потому что с учетом того, какие у нас технологии сейчас, мы действительно можем это сделать. Ведь технология – это наше детище, мы от него никуда не уйдем. Так скажем, как фильм «Аватар», может, это когда-то и будет, но это очень не скоро. Потому что мы пошли по техногенному виду развития нашего человечества. И технология – это наше детище, она нас и развивает, и помогает нам, но сперва мы ее развиваем. И, конечно же, с появлением разных технологий наш мир менялся, наша жизнь менялась. То есть устройство жизни, ее вид, то, как она проходила. Поэтому при появлении, например, текстиля и парового двигателя, жизнь уже стала абсолютно новой. При появлении электричества жизнь серьезно поменялась, и это ознаменовало приходом третьего технологического уклада. Далее четвертый пошел. То есть наши технологии взращивали нас, и сейчас мы живем в пятом технологическом укладе. Виртуальная реальность, гаджеты, интернет. То, что связало нас, то, что дало нам возможность, как мы здесь и сейчас сидеть каждый на своем диване, либо в своей комнате, либо, так скажем, за своим рабочим местом, и при этом через небольшую, маленькую плиточку, через маленькое устройство передавать свои знания, общаться, задавать вопросы и получать ответы. Прекрасная возможность. Вот такой у нас пятый технологический уклад. То есть вся информация передается максимально быстро. Мы пересылаем гигабайты за секунду, деньги за секунду в любую точку мира. Можем созвониться с другим континентом, либо с другой стороной нашего земного шара разговаривать по видеосвязи, и уже, наверное, не до, так скажем, даже не будет никаких задержек. Насколько наши технологии информационные, так скажем, увеличились. Но именно физическое перемещение, то есть физическое движение. И вообще, если рассматривать и посмотреть, например, одно из видео Анатолия Эдуардовича, где он описывает итоги 2020 года, что сейчас является инновацией. То есть какие инновации были в 2020 году, в 2021 году. Это все информационные технологии. Это все где-то в компьютере, где-то неосезаемо. Да, они могут нам помогать, хотя некоторые сферы очень шаткие и непонятные. Но в большинстве своем оно нам на физике ничего не меняет. А мы же физические. Мы пассажиры. Мы много весим, мы занимаем объем. И от нашего взаимодействия, где мы находимся на планете, зависит та польза, которую мы делаем для себя и для мира. То есть передвижение наше, либо наших грузов, особенно в эру потребления, дамы и господа, это одна из важнейших вещей, которая действительно физически осязаемо ускорит развитие нашего человечества, даст ему новые возможности. То есть новая скорость и новая логистика. То есть получается, именно физическое перемещение сейчас является следующим шагом для нового технологического уклада, для нового уровня. Хотя, честно говоря, я бы признал все технологии Анатолия Эдуардовича абсолютно новым уровнем, потому что они все изобретены таким образом, чтобы жить в гармонии и благополучии с природой. При этом иметь еще больше полезных характеристик от наших технологий, зданий, устройств и услуг, чем сейчас. И это все возможно. Нужно лишь просто внимательно посмотреть. Мы стоим на этом переходе, на рубеже, но давайте посмотрим, откуда и куда мы переходим. Это те компании, которые сейчас сделали мир, которые сделали мир таким, какое мы видим его сейчас. Информационные технологии. Было много информации, нужно было с ней разбираться. Пожалуйста, компания Google с огромной капитализацией, потому что это было нужно людям. И именно в этот момент. Компания Apple. Огромная капитализация, потому что изначально были компьютеры, можно сказать, у нас вообще изначально в комнату размером. А сейчас у нас вот это уже компьютер, маленькая тоненькая плиточка. Поэтому большой рост произошел, потому что это в итоге стало нужно людям. Но не с самого начала. С самого начала об этом мало кто знали. У них не было такой возможности, не было еще интернета, чтобы так, как мы встретиться с вами на одном месте, точнее в одном виртуальном пространстве, находясь каждый в своей стране и в своем городе, и поделиться информацией, задать вопросы и получить ответ. Смотрите, компания Alibaba. Покупка и продажа в интернете. Также с ней и Microsoft. Это операционная система, которая должна была быть до. И Walmart, то есть электронные кошельки. С огромной капитализацией все. Особенно Alibaba. Посмотрите, те, кто имел тогда давно, кто понимал, что эта компания, у нее есть будущее, хотя тогда еще никто не сидел вот так вот, не объяснял, что вот сейчас мы развиваем технологию, которая очень необходима людям и которая очень перспективная, актуальная и полезная. Но вот, тем не менее, те, кто достаточно были освещены, те, кто интересовались, изучали, искали дополнительные информации и дополнительные возможности, те стали частью компании Alibaba. И представляете, кусочек Alibaba, маленькой компании, которая стоила 100 долларов, сейчас стоит почти 2 миллиона долларов. Это историческая статистика. Это реальная капитализация. Такое возможно. И все это за 18 лет. Ну, либо, как в Apple, 8 долларов за 38 лет. Ну, сумасшедшая капитализация. 550 тысяч. И это только потому, что эти технологии были нужны людям. Людям они были нужны. Люди их начинали использовать, начинали интересоваться. Тем самым развивались компании, к ним приходило больше дохода, они развивались и так далее. Стали сейчас, так скажем, главами пятого технологического уклада. Но представляете, все эти компании по своей пользе, по своей капитализации, по своей прибыли и по своим дивидендам, которые получали каждый год владельцы, либо совладельцы этих компаний, уступают той технологии, которую представляем сегодня мы. Ведь это не концепт, не идея. Это уже реальная, почти осуществленная, почти полностью просертифицированная технология первые адресные проекты, которые уже строятся. Это гибкая транспортная инфраструктура второго уровня, которая освобождает весь первый уровень, всю площадь поверхности планеты Земля для живого, для флоры, фауны и человека. Ведь она тоже живая. А второй уровень, незаметный, так скажем, экологический, инновационный, легко интегрируемый и полностью безопасный, и как для человека, так и для окружающей среды, транспорт будет двигаться практически по небу и переносить нас из одной точки в другую. И это один из самых крупных и дорогостоящих бизнесов в мире, поскольку это самая крупная инфраструктура. И эта технология будет гораздо больше и прибыльнее, чем все технологии, которые вы сейчас видите на экране. Потому что это информация, а это новый вид транспорта, это физика, которая позволит нам перемещаться по всей планете, даже там, куда сейчас трудно добраться. Всем грузам и всем пассажирам абсолютно безопасно. В две тысячи раз безопаснее, чем автотранспорт. Со скоростями до 150 км в час внутри города и до 600 км в час вне города. А если мы возьмем будущие проекты Анатолия Эдуардовича, то есть передвижение фара в вакууме в разреженной среде до 1500 км в час. И это все изобрел один гениальный ученый, положив всю жизнь в науку, для того, чтобы понимать, как сообща жить с нашей прекрасной планетой. И у него получилось. Чем больше я интересуюсь тем, как он двигается, что он изобрел и какими семимильными шагами он это реализует, это фантастика. Один из самых продуктивных людей на планете. Анатолий Эдуардович Ницкий. И почему это самый актуальный проект на сейчас? Он это объяснил. Ведь транспорт это то, чем все пользуются. А если даже брать какие-то 1%, которые не пользуются транспортом, вообще никаким, то они пешеходы, то они, как минимум, живут на этой планете. И значит весь транспорт, его выхлопы, двигатели внутреннего сгорания, аварии, катастрофы влияют на каждого. Следовательно, абсолютно каждого человека и его решения. Зависит будущее. Зависит то, что будет происходить на нашей планете. Какой транспорт будут выбирать за наши же деньги налогоплательщиков и строить в наших городах и странах. Сейчас люди могут предложить абсолютно новое. И при этом являться совладельцами данной технологии. Ведь, например, транспорты, водный транспорт, что с ним делать? Конечно, он помогает и несет огромную пользу. Он принес огромную пользу, потому что с помощью него мы и расселились по всей планете. Но сейчас данная скорость с данными затратами, с двигателем внутреннего сгорания и с тем негативным влиянием затраты ресурсов и влияние на окружающую среду, этот транспорт больше не может подходить и удовлетворять потребности человека 21 века. Как минимум по скорости. Идти дни, недели или месяцы из точки А в точку Б, это неприемлемо. При том, что у нас сейчас есть такие скорости и такие экологические и технологические возможности. Поэтому этот транспорт, ему нужна помощь. И особенно портам. Об этом я расскажу чуть позже. Потому что новые инновационные порты Анатолия Эдуардовича Яницкого, это фантастика, которая выведет на абсолютно новую, десятикратную, так скажем, эффективность грузоперевозки с именно плавательного транспорта на сушу. Но давайте рассмотрим и авиацию. Ведь это огромная часть нашей жизни сейчас. И да, хоть они и могут двигаться более 500 км в час, но как много времени мы тратим на добор, да, аэропорт. На посадку, на сдачу багажа, на ожидание, на проверки самого самолета и так далее. И потом еще такой же путь после. Плюс еще аэропорты строят достаточно далеко от городов. Либо, например, в стране такой, как Латвия, вообще один главный аэропорт, из которого, скажем, хорошо летать из Риги. То есть данный способ передвижения уже не является суперэффективным. Если у нас будет наземное транспортное средство, которое идет автоматическим режимом до 600 км в час, то это будет гораздо эффективнее и более экономично в десятки раз, если еще не больше. Потому что, представьте, это количество сейчас красных точек аэропорта умножьте на 20, даже можно на 30 это количество самолетов. И все это количество самолетов двигается в, так скажем, с огромной затратой и разрушением мира, в котором мы живем. Потому что поднять 50-тонный самолет в воздух, и это очень-очень дорогостоящее занятие. Тем более, насколько оно обходится нашей экологией. То есть она еще сильно вредоносна. То есть этот вариант с двигателем внутреннего сгорания и с полетами, его необходимо менять просто из-за его неприемлемости для человека 21 века. Если понятно, что происходит с нашей биосферой, тогда это не является вопросом. Может быть, необходимо тем, кто не может еще этого ощутить или понять, так скажем, какое сильное и негативное влияние некоторые технологии делают на наш мир. И почему какие-то люди, вроде меня или еще 500 тысяч человек, готовы свое личное время бесплатно уделять тому, чтобы спасти нашу планету, не довести ее до точки невозврата. Если люди интересуются, они находят всю информацию и понимают, что это должно стать хотя бы маленькой частицей, хотя бы на часик в неделю, либо в день. Но, так скажем, дело улучшения нашей жизни всей на планете, дело каждого. И, конечно же, два вида транспорта, которые больше всего поменяют, так скажем, особенно безопасность и эффективность, когда мы придем к ним на помощь со струнным транспортом. Это железная дорога, которая своими полосами разделила невероятное количество суши и несет огромный негативный эффект со средней скоростью 15 км в час с учетом разгрузки и погрузки, если брать мировую общую скорость. То есть то, что 150 лет назад приносило нам огромную пользу и было очень полезным, очень здорово. Но, к сожалению, нам необходимо это менять. И это необходимо менять именно потому, что оно перестало быть эффективным. Нет смысла тратить много средств на поддержание технологии или какой-то услуги, когда ее нужно заменить. Она просто нерентабельна, неэффективна. И это, конечно, именно про нашу железную дорогу. Но самое главное то, о чем люди не говорят, это опасность. Опасность, которую несет данный транспорт своими испарениями, точнее, выхлопами от двигателя внутреннего сгорания. Так скажем, какое количество животных и людей страдают от этого вида транспорта. Но даже это представление не сравнится с нашим автотранспортом. Ведь автотранспорт является самой крупной катастрофой человечества на данный момент. Представляете, самый, как кажется, полезный и мобильный транспорт, то есть его мобильность сверхвысока. Мы можем добраться действительно до очень много точек, куда построены дороги. И до чуть-чуть точек на нашей планете, где нет дорог, потому что наши машины бывают очень разные, с потрясающей подвеской. И мы можем добраться куда-то. Но там, где мы живем, это уменьшенная скорость, потому что перебор машин. Первый уровень, он просто не может растянуться, потому что он ограничен. Площадь нашей планеты, площадь нашей биосферы, место, так скажем, орел обитания человечества. В наших городах это является самой опасной частью дороги. То есть транспорт, а особенно автотранспорт, перерезал своими дорогами более пяти площадей Великобритании. И это, так скажем, самая большая трагедия. Забирает полтора миллиона жизней в год и около десяти миллионов делает инвалидами. То есть кроме того, что он начал очень сильно вредить, так его скорость снизилась, поскольку везде в пробке. Мы можем даже в маленьких городах увидеть подобные пробки, где пятьдесят сто тысяч населения. Часы пик и пробки, в которых можно потратить по полчаса, по часу. Где-то, если мы берем мультимиллионники, например, как Лос-Анджелес, три часа, четыре часа можно потратить в пробке. А в год до триста восемьдесят часов можно потратить, если не совсем хорошо, выбирать время и направление, как доезжать по своим делам. До триста восемьдесят часов. Это статистика из Калифорнии. И таким способом сменить и прийти на помощь в первую очередь автотранспорту и железной дороге, вследствие этого еще аэротранспорту и водному, плавательному транспорту. Наша одна технология, очень гибкая, суперэкономичная и легко интегрируемая, изменяет абсолютно для всех людей на планете возможности и экологическую среду. То есть люди будут жить быстрее, чище, экологически чище, здоровее, дольше. А с учетом скоростей будут получать свои грузы быстрее, будут платить за них меньше, потому что все автоматизировано. То есть новый вид транспорта сейчас является действительно самой актуальной темой для всего человечества, потому что принесет невероятный экономический эффект, невероятный экологический эффект. Ускорит абсолютно всех людей, потому что даже самые бедные страны смогут позволить себе этот вид транспорта. Дамы и господа, все существующие традиционные виды транспорта, которые вы видели, стоят гораздо дороже, занимают больше места на земле, больше ресурсов, больше времени человека и больше средств на его эксплуатацию. То есть перед вами самая разумная транспортная технология, которая продвигается народом, именно людьми, потому что именно людям нужна эта новая технология. Я теперь хотел бы показать вам, насколько эта технология прекрасна. Ведь в нашем мире сейчас, уже в некоторых городах и странах, мы видим, что экология доходит до действительно значимого уровня. Например, такие страны, как Сингапур, страна-город с потрясающим уровнем экологии. То, как они себя ведут, то, как они развиваются, это прям вау. И множество мест на планете уже выходят на абсолютно другой уровень. В некоторые города теперь нельзя въехать с двигателями внутреннего сгорания. То есть у людей появляется понимание. Не то, что вот я здесь прям споткнулся, об что-то, побил колено, вот, значит, на полу усорить нельзя. Это краткосрочная карма, так скажем. А мы говорим о долгосрочном, то, что идет на годы, десятилетия, даже на поколение. Как, куда двигается наш мир и какой мир мы передадим нашим детям, нашим близким. И я вам расскажу о транспорте и, так скажем, его виде, как будет развиваться наше передвижение между городами и странами сейчас. Философия этого транспорта – прийти на помощь в первую очередь. Прийти на помощь тем технологиям, от которых мы сейчас не можем отказаться целиком, но их влияние необходимо уменьшить. То есть они должны стать менее вредоносными и более полезными. То есть, например, это города, куда нельзя добраться. Подобный транспорт сможет полностью добраться и при этом оставить при себе полную экологию. Мультимиллионники, то есть там, где нет варианта вообще никакого, никак не растянешь транспортные дороги, потому что это физика, это материя, и у нас ограниченное пространство на поверхности планеты Земля. И именно там с минимальным землеотводом смогут встроиться данные струнные путевые структуры выше на 10 метров от основной части, передвигаться без пробок, уменьшить загазованности и сами никак не добавлять, потому что у них электродвигатели, мотор, колеса. То есть огромное количество пассажиров проедет по этому транспорту, не будет пробок, не будет их ни в автобусе, ни в автомобилях, не будет такого количества автомобилей на наших дорогах. И получится, что с помощью данной технологии мы сможем действительно, можно сказать, видоизменить ход истории, видоизменить способ проживания человека, его скорость в транспорте, то, чем он занимается в транспорте, потому что полностью убран человеческий фактор. Это, скажем, человеческий фактор. Вы нажимаете на кнопку, куда вам необходимо, и вы туда едете. То есть вы просто зашли в транспорт, и вы свободны. Хотите, отдыхайте, хотите, общайтесь, хотите, позвоните по телефону, хотите, работайте, хотите, наслаждайтесь прекрасным видом, который есть за окошком. При том, что мы едем на такой высоте и видим с высоты верхушек деревьев потрясающий вид нашего города, либо новой местности, куда мы приехали трудиться, либо путешествовать. Это все возможно с данной технологией. Также она поступит всюду, куда мы просто не можем добраться, потому что ее способ перемещения, установки анкерных и промежуточных опор, а между ними может быть что угодно. Реки, озера, дома, овраги. То есть мы теперь можем передвигаться именно в ту сторону, в которую мы хотим. Не строя мосты, не волнуясь за реки, за овраги, за перепады рельефа, все главные проблемы, которые мешали передвигаться пассажирам и грузу, учтены Анатолием Эдуардовичем и доведены до идеала. Теперь мы можем передвигаться в любых направлениях и при этом иметь абсолютно все необходимое, что нам нужно, ведь это умная технология. И Анатолий Эдуардович ее создал такую неспроста, ведь он посмотрел, какой у нас транспорт, какие у нас вообще технологии. Потому что это не первая технология Кумира, есть множество технологий, но это, скажем, самая простая, самая маленькая, самая разумная, земная и понятная для людей, чтобы ее, так скажем, заинтересоваться, чтобы изучить ее, понять, насколько все просто и все действительно работает и помочь ей реализоваться. Потому что уже по завершении 15 этапа, когда наша компания, наша технология выйдет на самофинансирование, мы докажем всему миру, что этот способ развития технологии и компании действительно действенен, что народное финансирование потрясающе работает, что это один из лучших способов передачи информации другим людям. Представляете, как за 6 лет смогла набраться компания, в которой более 500 тысяч человек из 200 стран и регионов мира. Это огромное содружество и, конечно, без сарафанного радио не получилось бы. То есть без нас с вами, без просто поделиться этими знаниями с друг другом, дать возможность изучить что-то новое, что-то полезное, соприкоснуться с инновацией и революцией, можно сказать, технологической. Это дело каждого из нас. Мы каждый день делимся в самой полезной информации с другими людьми и, может быть, никогда больше их не увидим. Поэтому стоит всегда задуматься, о чем стоит упомянуть перед прощанием, на что другому человеку, по вашему мнению, стоило бы обратить внимание. Как, например, когда сейчас прощаюсь с людьми, всегда говорю, обязательно поинтересуйтесь, если вас интересует оздоровление, либо улучшение жизни. Если вы не поинтересуетесь закалкой, дыхательными практиками, контрастными душами, это и Анатолием Эдуардовичем Ельницким с его технологиями. Потому что эти четыре направления сейчас, по моему мнению, одни из самых полезных, которые для меня можно изучить и передать другим людям. Также Анатолий Эдуардович всю жизнь уделил науке, изобретал, разрабатывал для того, чтобы сделать этот мир лучше, для того, чтобы дать возможность нам развиваться, для того, чтобы дать возможность нам жить здорово, безопасно. Ну и, конечно же, здорово. И у него получилось, потому что это гениальнейший человек, который уделил науке абсолютно всю жизнь. И изобрел более 150 изобретений. Написал более 200 научных работ, более 20 монографий, несколько грантов ООН. И его познание, как в агрокультурах, так и в технологиях, инженерии, строительстве дорог, зданий, либо экосистеме, как воссоздать экосистему в космосе. То есть их знания, его безграничны просто. И вы убедитесь в этом, как только посмотрите несколько его видео, либо почитаете сайт unitsky.engineer.unitsky.engineer на английском языке. И вы увидите там, начиная, наверное, с 1966 года, множество его работ, так скажем, последовательность его развития, развитие экотехнологий, серии технологий, которые позволят нам на этой планете стать космической цивилизацией. То есть полностью обустроить и научиться жить на этой планете в содружестве. Так, чтобы мы развивались все. И все виды флоры, и все виды фауны, наша планета и человечество. А не кто-то один, а другие, так скажем, погибали. Потому что, глядя на катаклизмы и то, что происходит с нашей планетой, понимаем, что ее ведет не в хорошую сторону. И именно от нас, от здравомыслящих, осознанных людей, которые принимают на себя ответственность того, что от них что-то зависит. А сейчас, дамы и господа, с учетом интернета, с учетом народного финансирования и таких возможностей, действительно от каждого человека зависит тот мир, который будет через 10 лет, через 20 лет. Тот мир, который мы передадим будущему поколению, нашим детям, нашим внукам. И возможности, которые дает Sky World Community и Анатолий Эдуардович, они безграничны. Мы действительно по лучшему варианту сможем выстроить технологии, жизнь, наши города и транспорт. Причем новые города, но и существующие города тоже модернизированы для того, чтобы жить в полном изобилии. Понимаете, по расчетам Анатолия Эдуардовича, более 50 миллиардов человек могут с такими технологиями эко-мира жить припевающе на нашей планете, им всем всего хватит. И еще огромная часть планеты, более девяти десятых, останется для всего остального мира, для заповедников, для сохранения и развития нашей биосферы. Поэтому это возможно, стоит только поинтересоваться. Ну и, конечно же, возможности, которые дает миру технологии, которые мы финансируем и развиваем. Это новая скорость, это новая безопасность. Мы сохраним десятки жизней за сотни лет. Мы убережем сотни миллиардов людей от того, чтобы стать калеками, инвалидами из-за просто даже транспорта. Понимаете, только даже о транспорте. А если вы рассмотрите следующие технологии Анатолия Эдуардовича, вы поймете, что его влияние на планету безгранично. И он всю свою жизнь на это положил не просто так. Поэтому обязательно заходите на сайты. Вы уже даже можете посмотреть продукцию, которую мы представляем как в салоне продаж. Если вы зайдете на unitsky.com, то вы уже сможете увидеть наши виды транспорта, наши виды транспорта, которые представляются. То есть, скажем, наша дума, там, какого-нибудь города, например, Даугавпилса, может уже позвонить и заказать в свой город, например, несколько трасс нашего транспорта городского в умеренном клиенте. Особенно при том, что между нами и Белоруссией буквально 400 километров. И мы сможем быстро получить нашу продукцию. И, так скажем, очень хорошо, что мы находимся рядом. Было бы очень здорово сделать транспорт здесь, например, в Прибалтике, где-то поблизости с Белоруссией. Потому что это было бы быстро, это было бы недорого. И это был бы еще один адресный проект, который здесь, как раз нашему Прибалтийскому региону, который так много с самого начала еще этого проекта, так скажем, вложил своей энергии, своего времени, своих ресурсов в то, чтобы мы сейчас были уже на 14 из 15 этапов развития. Вот. И те возможности, которые даст данная технология, они вдвое, втрое, в 10 крат для некоторых людей увеличат их возможности. Представляете, мы можем находиться за один день в разных городах, в разных странах, причем быстро перемещаться со скоростью 600 километров в час. Представляете, можно будет даже работать в другом городе, либо в другой стране, либо даже в соседней столице. С утра уезжать на работу и в этот же вечер возвращаться с работы, тратя времени на дорогу, не больше, чем мы тратим сейчас. Представляете, как возможности специалиста, например, какого-нибудь юриста, либо того, кто в рукоделием занимается, у кого золотые руки, когда он может менять локации по нашей планете, как возрастает его ценность, как возрастает его возможность заработка и улучшения его семьи. То есть эта технология без сомнения изменит жизнь человечества в лучшую сторону, ускорит ее по всем параметрам, сделает чище и безопаснее. Но для этого, дамы и господа, нам необходимо сертифицировать всю технологию. То есть необходимо дофинансировать последний этап, 15-й этап. Мы сейчас на 14-м этапе. Заканчиваем 14-й этап на последнем участке уже практически. И 15-й этап нам для того, чтобы грузовой транспорт и скоростной транспорт сертифицировали. Сейчас сертификация и в течение всего этого времени идет семимильными шагами. Очень быстро двигается Анатолий Эдуардович. И у нас уже огромный штат, который работает сообща вместе. Более 80% транспорта и трасс, все инфраструктуры, то есть всех частей, всех элементов, они сертифицированы. Это, так скажем, скоростной транспорт и скоростная трасса. Точнее, ну да, скоростной транспорт, скоростная трасса и грузовые перевозки. Так скажем, самый дорогостоящий бизнес в мире, который мы с вами, дамы и господа, на себя принимаем. Перенимаем самый прибыльный бизнес. Но, если все было так просто, он еще из-за этого самый коррумпированный. Поэтому, наверное, мы не за три года у нас получилось абсолютно все сделать с огромной поддержкой. Потому что эра нефти еще не отпустила, так скажем, наш мир. И мы только переходим из одного в другое. Но радует, что многие города уже перестают производить двигатели внутреннего сгорания. В некоторые города нельзя въехать с определенным уровнем загрязнения от двигателей внутреннего сгорания. То есть люди и страны начинают адекватно рассматривать вред от ДВС. И получается, что польза начинает идти. То есть люди, которые единицы были, которые смотрели более глобально, понимали, насколько меняется, например, чистота нашего воздуха, а следовательно и наше здоровье, наше долгожительство. Те люди пробивают во всех параметрах нашего мира, в разных уголках нашего мира. Пробивают вот эти стены, которые десятилетиями нельзя было, так скажем, пробить и показать всему человечеству, в каком реальном положении мы находимся. Анатолий Эдуардович Низкий один из тех людей, который более всех остальных прозрачно и детально видит, какие процессы происходят на нашей планете. Какие технологии необходимы нам и что срочно необходимо заменить, чтобы у нас мы эту точку не возвратили. Когда мы уже не сможем с планеты, когда нас просто сотрет, как болезнь, которая ей мешает развиваться. До этого Анатолий Эдуардович представляет каждому человеку, что мы можем с помощью целой серии технологий изменить этот мир. И мы его меняем, как минимум сейчас, как минимум уже это видно, потому что тот транспорт, на который мы уже ездили, и те эко-дома, которые я уже видел сам, это потрясающе. Это, например, как в пустыне оазис. Все вокруг мертвая, жара, нет ни растений, ничего, а там все цветет, много зелени, птицы прилетели, пчелы сделали улей. То есть супер-супер состояние. И ты видишь разницу технологий. Рядом арабские здания абсолютно неживые, то есть просто песочно-глиняные, так, чтобы они просто дольше стояли. И наше высокотехнологичное, первое деревянное здание по технологиям Анатолия Эдуардовича. То есть эти технологии, которые предлагаются, они действительно прям сразу, ты замечаешь, что они как будто из другого мира, абсолютно более лояльного, приятного, безопасного, вкусного и желанного для каждого человека. Тем более все эти ресурсы, так скажем, и все технологии делаются возобновляемыми, то есть автоматизированные, либо на энергии возобновления. То есть везде просматривается, как сейчас наши компьютеры, наши роботы, наши искусственные интеллекты могут поддерживать и выполнять за человека ненужную нам работу. Ну, ненужную, в смысле, всю рутинную работу, которую мы могли бы не делать, которую может сделать робот. Сделать ее без ошибок, без человеческого фактора, хоть днем, ночью, и ему не надо за это платить. Его нужно только построить, ремонтировать. Вот. Такой вариант. Либо другие виды технологий, так скажем, ну, главное, закрывающие виды технологий, которые освобождают человека для творения, для созидания, для творчества. Потому что все, что опасно, может делать робот. Все, что рутинно, может делать робот. Наши технологии сейчас действительно на высоком уровне. Особенно побывав на Экспо-2020 в Арабских Эмиратах, в Дубае, я увидел, на каком уровне действительно сейчас находятся технологии в мире. В провинции это не так ощутимо. Но ты понимаешь, мы скоро догоним пятые элементы и прочую фантастику, которую смотрели 20-30 лет назад. Какую-то мы уже догнали. Но что нас еще ждет, это вау. Поэтому, дамы и господа, unitsky.engineer, и прошу, ознакомьтесь с серией технологий Эквомира. Вы будете поражены тем, что это происходит здесь и сейчас. И пассажирский транспорт. Одна из этих технологий, как и грузовой транспорт, вообще передвижение наше, это та технология, которая больше всех сейчас за минимальные средства, за минимальное время даст больше всего пользы. Потому что именно с развитию данного транспорта мы уже сможем отсрочить точку невозврата, потому что снимем огромную часть проблем с наших городов по перемещению. Ну и, конечно же, в содружестве наших стран, в торговле, работе по перемещению грузов между городами и между странами. И целая серия транспортных средств была сделана. 12 видов, некоторые по несколько моделей. И, конечно же, не только транспорт, но и транспортные пути, и транспортные переводы, стрелки, так скажем, эстакаду, промежуточные анкерные опоры, станции. То есть это огромная комплексная работа, не только сам транспорт. То есть создать просто, например, пикап, на который может уйти от 5 до 10 лет, и от миллиарда до 2 долларов, от стадии разработки до выхода на рынок. А тут у нас, получается, за 6 лет мы сделали 12 видов транспорта, можно сказать, еще по нескольким моделям, даже 12 вместо одного, не за 10 лет. И не за 2 миллиарда, и за миллиард, а за полмиллиарда. И все это людьми. Народное финансирование, народный проект, и народ же владеет этой технологией, будут получать капитализацию и прибыль, дивиденды от данной технологии. От каждого проданного километра, от каждого проданного подвижного состава, от каждой станции, от каждого адресного проекта и так далее. То есть мы с вами сейчас не то, что спасаем планету, хотя это первая часть, мы ее модернизируем. Мы становимся частью этой эволюции, можно сказать, революции технологической. Тут транспортные революции точно, потому что в ближайшую сотню лет это будет ключевой массовый, замечу, массовый транспорт для передвижения именно нас, как во сне 9-10 миллиардов человек. Потому что он действительно с этим справится. Его пассажиропоток с учетом искусственного интеллекта, машинного зрения, окружающей среды. Это гениальные изобретения, которые облегчат и обезопасят все наше движение. И причем действительно очень широкую серию моделей мы сделали, как по транспортным путям, так и по самому транспорту. То есть даже маленькие деревушки, маленькие городки смогут найти, так скажем, решения за минимальные средства. То есть все остальные виды транспорта будут стоить дороже, чем построить наш вид транспорта. Хотя от нашего будет больше пользы, представляете? То есть Анатолий Эдуардович продумал это до максимума, потому что было очень много критиков за десятки лет, которые говорили, это не будет работать, а здесь неэффективно, а это поломается. Анатолий Эдуардович не обижался, не расстраивался, а делал улучшение, 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 улучшение. И сейчас мы уже переходим на пятое поколение транспорта, которое превзойдет абсолютно все, что сейчас есть на планете. У этой технологии нет конкурентов, дамы и господа. От слова совсем нет конкурентов, потому что она впереди планеты всей по своим разработкам, потому что мы уже сделали и сертифицировали. И потому что у нас уже есть первые адресные проекты. А это значит, после выхода на самофинансирование нам нужно будет только расширяться и расширяться и расширяться, строить новые заводы, набирать новые штаты, чтобы как можно больше проектов делать, потому что после осуществления первого проекта, или, как скажем, после первого отчета за месяц или за год по тому месту, где есть такой транспорт, люди десятками, точнее десятками тысяч эти адресные проекты выстроятся в очередь уже с деньгами. Возьмите, пожалуйста, наши деньги и стройте у нас, давайте работать с нами. Но будет уже поздно, потому что уже сейчас рассматриваются проекты. Есть люди на планете, которые могут смотреть немножко вперед, которые изучали и следили за сертификацией в Белоруссии и в Арабских Эмиратах еще год назад, два года назад, и понимали, что сейчас будет прорыв. И уже тогда налаживали отношения, уже тогда начинали работу предварительную по первым адресным проектам. И сейчас, конечно же, именно для них и будут сделаны первые адресные проекты. А кто увидит в момент окончания, скажем, через год или через полтора года, когда завершится наш проект и выйдет на самофинансирование, они уже будут далеко в очереди на построение таких эффективных трасс. И даже маленькие, то есть это могут быть и корпорации, либо маленькие деревушки, где 50-100 человек. Юнивин. Это может быть под Юнибайк какие-то поселения, либо тропические участки, либо заповедники. То есть на таком двухместном Юнибайке можно будет проехать без проблем, посмотреть. Это будет стоить совсем мало ресурсов человека и планеты, но тем не менее будет давать огромное количество пользы. Юникары, Юнибусы, разные виды транспорта под 8, там 16, 18 человек, 28, 40 человек. Они могут быть разного типа, составные. Например, если рассматривать берельсовую трассу, это монорельсовая. А если рассматривать берельсовую, там где две, два пути, они могут быть и подвесные, и навесные. То есть два рельса сверху, два снизу, сверху может приехать более тяжелый, подвесной чуть более легкий. Они шире, в них уже могут быть там 48 пассажиров, либо они могут быть составными. Например, по 25 мест в одном транспортном средстве, в модуле, и они модулями соединяются, например, 7 штук между собой. Получается 175 пассажиров в одном поезде. И он курсирует, и он автоматизированный, он с искусственным интеллектом, с машинным зрением, то есть работает на алгоритмах, знает, как вести себя в той или иной среде. Получается, он суперэффективный, не допускает ошибок, двигается автоматизированно, постоянно, то есть все очень быстро. Их пассажиропоток, уже буквально, я думаю, через 10 лет мы станем самым, поскольку разработки будут идти все больше и больше, мы станем самым актуальным, полезным транспортом вообще везде, на нашей планете, по всем показателям. Потому что развитие технологии Анатолия Эдуардовича после изучения вообще того, как он работает и как это происходит, этого за такое короткое время сделать так много практически нереально. Причем так говорят деятели подобного масштаба, что Анатолий Эдуардович бьет все рекорды скорости и качества в своих, так скажем, построениях, изобретениях и их реализации. Ну и, конечно, скоростной транспорт, который я жду больше всего. Хочу прокатиться со скоростью более 500 км в час, до 600 км в час на полностью экологичном и безопасном транспорте. Я уже сидел внутри и в Объединенных Арабских Эмиратах в данном транспорте и в Берлине, когда был Inotrans 2018, где мы представляли этот транспорт и этот стенд был один из самопосещаемых, из 3000 стендов. Все 25 делегаций из 18 стран были у нас. Из 180 тысяч человек за 4 дня, мне кажется, у нас прошло точно больше половины, потому что забито было всегда, негде было протолкнуться. И даже соседняя швейцарская компания, так скажем, даже она постоянно стояла уже почти у нас на стенде и изучала, потому что к ним не приходили, потому что как только люди видели, что рядом стоит такой транспорт с такими характеристиками, сразу же шли, потому что это Inotrans. Здесь речь об инновациях, и там кабинки с канатными дорогами никого не интересуют, а это для многих людей. При том, что, дамы и господа, хотел бы заметить, что там собралось 180, прошу прощения, 160 тысяч человек, не просто со стороны, или зевак, а людей, которые приехали с разных уголков планеты, чтобы изучить, что же такое, так скажем, какие новые инновации в мире есть и что они могут привести в свои компании, в свои корпорации, в свои государства и континенты. И это один из самых желанных наших, так скажем, транспортов, которые ждут все. Но это потому, что сами пассажиры, те, кто понимают бизнес и больше умеют, так скажем, именно в этом двигаться, именно подобные грузовые виды транспорта принесут больше всего пользы. Ведь с помощью Юнитранса мы сможем разрабатывать месторождение, туда, куда не может зайти железная дорога или автотранс. А с помощью него мы можем разрабатывать и перевозить руду с помощью такого ленточного, ленточной трассы куда угодно, причем это с разным ландшафтом, с разным углом наклона. Также у нас есть и наши Юнитраки, которые могут перевозить штучные грузы, которые могут перевозить сыпучие грузы, жидкие грузы. И этот, так скажем, способ тоже автоматизированный и облегчит доставку, причем, что очень просто выглядит, очень просто ездит, малое место занимает, а теперь большой и скорость высокая, потому что все маленький вес. Главная тема это сам груз. Ну и, конечно, Юниконты. Юниконт это полное перенятие существующего бизнеса, потому что все виды контейнеров могут быть переставлены на наши Юниконты и по нашим струнным трассам двигаться в нужном направлении. То есть, представляете, абсолютно любой, так скажем, груз, любой контейнер может быть перенят нашей. Это значит, что наша транспортная система сможет перенять грузоперевозки всего мира и помочь ему как в доставлении по суше между странами, между городами, с каких-то заводов, с фабрик, где это производится, как я говорил, месторождение и далее это, так скажем, морские порты, потому что с помощью подобного перемещения можно будет сэкономить на строительстве порта десятки, сотни раз, потому что самые дорогостоящие работы это там, где земля сопряжена с водой, где нужно расчистить, расширить, углубить, а на шельфе моря, там, где, так скажем, береговая линия, вот так вот сделано, береговая линия и дальше пошло снижение, вода идет так, а снижение дна идет вниз, и где-то здесь на сваях определенных можно построить транспорт, точнее, транспортный узел форт, в который могут приходить любого рода корабли, это будет стоить гораздо дешевле, и по струнам, как только груз попал и получает задание, куда ему нужно, там, это, например, в Португалии, а ему нужно в Берлин, либо в Париж, либо там в Италию, в Риг, этот транспорт по нашим путям уходит в ту сторону, автоматизированно, самостоятельно, без ожидания, без простоя, без этих огромных гектаров, где в 5-6 уровней заставлено вот такими вот контейнерами и грузами, и все это стоит денег, а вы знаете, один день простоя большого судна стоит миллион, например, в Бельгийском порту, а может и больше миллиона может стоить, в зависимости от транспорта, а то, что простаивает, когда уже сгрузили, тоже за это платится, и понимаете, все-все-все затраты в итоге идут в конечную цену, а кто платит конечную цену? Потребитель, то есть мы с вами же и платим все неустойки, все переборы цены, которые можно было бы не платить, если бы у нас был более разумный грузоперевозочный транспорт, и сейчас, кроме того, что мы можем сделать его таким и получать свои товары быстрее, дешевле, эффективнее, безопаснее, так кроме этого мы еще можем стать и совладельцем этой технологии, и кроме всех этих плюсов получать еще и прибыль с перевозки, с грузоперевозок по всей планете, то есть невероятное количество бонусов и плюсов, и иногда, когда сначала слышишь, думаешь, ну не может быть так, чтобы так много плюсов было в одном месте и не было минусов, дамы и господа, как только вы начнете интересоваться и изучать, вы поймете, что это действительно так, что по всем параметрам, не зря он десятилетиями, Анатолий Эдуардов, десятилетиями улучшал свои технологии, именно таким способом у нас и получилось сделать этот, так скажем, новый, новый вариант мира, новый вариант передвижения, который принадлежит народу, который заинтересован, в первую очередь, долгой и счастливой жизни, а значит технологии будут правильные, эффективные, экономичные, экологичные, и только потом мы рассматриваем это как дополнительный бизнес или как, не знаю, если можно это назвать инвестирование своих ресурсов в какие-то другие проекты, чтобы совладеть проектами, технологиями, которые развиваются и двигаются по всей нашей планете. Но я бы хотел вам сказать и заметить то, что сейчас завершается первый проект. Он венчурный, он считается высокорисковным, но вы видите, что мы справились. Он еще не завершен, но уже настолько, насколько мы справились, с нами уже сотрудничают с сертификатом, который уже есть. Уже строительство просят, и уже первые коммерческие проекты начаты. То есть, эта технология уже доказала, что ее способ развития, способ рекламы, ее польза, она неоспорима. Но, дамы и господа, это лишь начало, это лишь первые технологии из целой серии технологий, которые необходимы абсолютно каждой стране нашего мира. потому что эко-дома, которые полностью себя обеспечивают, эко-поселения, линейные города, здания, которые себя обеспечивают с озеленяемой, так скажем, внутри и снаружи с озеленяемой крышей, и, конечно же, вынос вредного технологического производства и вредных технологий, от которых мы не можем отказаться, туда, как минимум, где они нам не будут вредить, а на земле необходимо, чтобы остались только экологические технологии. И Анатолий Эдуардович их разработал. Это новый мир, новые здания, новые города, в которых все есть для жизни, все есть для нашего развития, все есть для нашего здоровья и счастья, для творения. И при том, что все эти технологии уже давно описаны, вы сразу же задумаетесь, почему их не внедряют. Потому что чей-то бизнес сейчас работает, а при внедрении экологических технологий они будут загибаться, они будут умертвляться потихонечку просто от своей несостоятельности. Поэтому далеко не все заинтересованы в продвижении закрывающих технологий, экологических технологий, более экономичных технологий. Ведь посмотрите, здесь в самом транспорте пучки струн просто предварительно натянуты и за это дают прямую ровность. Помещены в специальный бетон, антикоррозийная, шумопоглощающая и фиксирующая внутри в корпусе рельса, чтобы струны фиксировали. Сам корпус рельса и стальная головка рельса, по которым идет стальное колесо. Коэффициент полезного действия в 99%. То есть данная технология супер простая. Анатолий Эдуардович не раз говорил, что большинство моих технологий очень понятно, если вы проходили пятый, шестой, седьмой класс советской школы физики, здесь все супер просто. Нужно было просто нацелиться именно на эффективность, на пользу, которую должна приносить данная технология или данные запретения. И за десятилетия он действительно превзошел все ожидания и создал самый лучший, самый гибкий вид транспорта под весь мир, под любой участок. И для каждого человека сейчас есть возможность сделать этот мир лучше. Хоть мы уже почти закончили, но как и на первом этапе каждый человек важен, чтобы завершить как можно скорее пятнадцатый этап, чтобы все эти трассы и транспорты начали двигаться, продвигаться по всей планете, по каждому континенту. Это зависит от того, как люди передают людям эту информацию. И также, как пропускная способность у нас будет гениально быстрая с помощью маленьких транспортных средств, которые без остановки двигаются именно на вашу остановку. Без остановок, без ошибок, без человеческого фактора. Супер быстрая жизнь, супер эффективная и такая простая. Все на нашем телефоне либо на станции, нажали кнопочку и поехали. Вам не нужно ни за чем следить, нету человеческого факта. и этот транспорт, так скажем, заберет практически все проблемы по перемещению груза и пассажиров. У человечества вообще. Представьте, какое количество работников освободятся, какое количество времени, часов трудовых у людей станет свободным для того, чтобы развиваться без ограничений, без постоянной не торопиться, а действительно иметь достаточно времени. И с помощью закрывающих технологий, автоматизированных, с помощью наших роботов и искусственных интеллектов мы сейчас можем выстроить эту жизнь таким образом. Вопрос, какой мир вы хотите, чтобы был у наших детей? И второй вопрос, хотите ли вы что-то сделать для этого? Или пускай для этого сделают что-то другие? Поэтому каждый решает сам. Unitsky. Ingenier Unitsky.com и компания SkyWorld Community это та информация сейчас, которая необходима абсолютно каждому человеку, потому что если вы помните в начале основные побуждающие факторы, то каждому человеку сейчас возможно улучшить все эти побуждающие факторы. А значит эта информация важна и обязана быть доставлена хотя бы один раз, но до каждого человека, чтобы каждый человек самостоятельно решил для себя, набрав собственные аргументы, так скажем, стоит ли участвовать в данной технологии, стоит ли изучать ее больше, стоит ли изучать этого ученого и то, что он собирается делать дальше, либо стоит пройти мимо и оставить это без собственной энергии, как будто это не важно. Выбор за каждым человеком свой. Но не забывайте, нас 8 миллиардов человек, и именно от нас сейчас зависит, какой мир будет оставлен нашим детям. и в заключении, конечно, хотелось бы сказать, что эти победы благодаря обычным людям, каждая сертификация, каждая новая анкляная опора, каждое новое здание, каждый новый сотрудник, каждый новый транспорт, это все сделали люди, тысячи людей, сотни тысяч людей, с миру по нитке. Мы создаем невероятные, но лучшие технологии. И сегодня, я надеюсь, эта недосягаемость до них и невероятность, она немножко ушла, потому что вы увидели, что это реальный существующий транспорт. Надземный, действительно, один из самых скоростных, самый безопасный, самый экологичный, самый легко интегрируемый и самый экологически чистый, созданный народом. Поэтому я думаю, что данная технология нужна абсолютно всем. И сейчас на 14-м из 15-ти этапов здорово, что еще есть возможность у людей, которые интересуются и жаждают улучшить этот мир, есть возможность стать частью этого проекта и ускорить его. Все, что вам для этого нужно, познакомиться с компанией SkyWorld Community. Обращайтесь к людям, которые уже знают о данном проекте, либо обращайтесь ко мне, я помогу вам разобраться и предпринять для себя, составить план, что делать дальше, что для себя и каким образом вы можете улучшить свои жизни с помощью данной технологии. Ведь это новый мир и мы сделали его вместе. Мы сделали его вместе с компанией SkyWorld Community. Фонд объединения людей Community, которое сейчас, такое непростое время, в 21 веке, в 22 году, дает возможность абсолютно любому человеку, с любого континента, с любой страны, разговаривающей на любом языке, без образования, только на желании делать этот мир лучше, дает возможность заниматься созидательной деятельностью, создавать и продвигать инновационные экологические технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого и при этом получать вознаграждение за свой труд без ограничений. Это дает SkyWorld Community. Поэтому каждому человеку, кто еще ни разу не слышал о данной компании и данной технологии, расскажите, пожалуйста, покажите им хоть одно видео, покажите им хоть одну фотографию того, куда двигается наш мир. 15-й этап еще у всех есть для того, чтобы поучаствовать. И он не менее важен, чем первый. И каждый человек не менее важен, чем на первом этапе, на пятнадцатом этапе. Потому что самые дорогостоящие и самые важные и мощные изменения сертифицируются именно на этом этапе. Поэтому ждем вас и ваших друзей на наших встречах. Приходите онлайн, звоните, пишите. у нас более пятнадцати языков, на которых ведутся вебинары в разных кубках планеты. Просто поделитесь с людьми, с другими, и дайте им собственную возможность набрать аргументы и самостоятельно решить, насколько важна эта технология для всего мира. А пока я буду с вами прощаться. Меня зовут Артем Курбанов, и я из города Даугавпилс, из Латвии. приезжайте в гости, здесь у нас очень много прекрасной природы. Но лучше приехать в Белоруссию и посмотреть, как эта природа сохранится и как человек живет рядом с ней в полном благополучии и изобилии. С вами была компания Sky World Community и благодарю вас за внимание, ведь всюду, куда направлено ваше внимание, то и растет. Будьте здоровы, живите богато и в изобилии. До новых встреч, остановлю запись и потом отвечу на ваши вопросы. Игорь Негода, Продолжение следует...